МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, деловитость и предприимчивость у жителей Припятского полесья буквально в крови. Мы решили убедиться в этом лично, и сегодня программа «Деловые люди» держит свой путь на юг Гомельского региона, в Лельчицкий и Ельский районы. Каждый второй житель городского поселка Лельчицы владелец собственного автотранспорта. А потому и неудивительно, что в небольшом населенном пункте сегодня четыре станции технического обслуживания автомобилей. На этом рабочем месте мы делаем диагностику подвески и развал схождения колес. Другое дело 10 лет назад, вспоминает местный предприниматель Виктор Лещинский. Когда в то время открывал свой шиномонтаж, в этой сфере в Лельчицах он был первопроходцем. Сегодня же его частное предприятие по разнообразию и качеству услуг не уступает и многим СТО областного центра. Работают здесь на итальянском и немецком оборудовании. В месяц обслуживает более 60 автомобилей. И что примечательно, это не только жители Лельчиц. Наши клиенты, не только местные жители, также приезжают в других районах Житковичского, Ельского, из города Мозыря. Есть свои постоянные клиенты, приезжают и обслуживаются именно у нас. Самое важное, что мы более универсальные, стараемся зацепить все виды работ, стараемся показать результат своим качеством. Только этим мы можем завоевать наших клиентов. В перспективе «Твоя СТО» будет расширяться. Здесь построят кузовной и покрасочный цеха, автомойку, делится планами предприниматель. Здание, где сегодня разместилась «Твоя СТО», в прошлом пустующий объект, которому предприниматель подарил вторую жизнь. В Лельчицах таких случаев немало. Один из последних примеров прямо в самом центре городского поселка. Неприглядное здание в плачевном состоянии приобрел местный бизнесмен Василий Лещинский. И уже через год здесь открылся строительный магазин, посетив который, уверяет бизнесмен, можно построить дом с нуля. Здесь есть все от самого мелкого гвоздя до крупногабаритных стройматериалов. В бизнесе Василий Лещинский не первый год. Поначалу основным направлением деятельности были грузоперевозки. Затем добавилась торговля стройматериалами. А еще позже решили, нужно открыть собственный магазин. Сказано, сделано. На данный момент предприятие «Левславмебель» в Лельчицах имеет три торговых объекта. Должна быть конкуренция. Соответственно, это более приятно для потребителя. Как бы он получает более приемлемую и выгодную цену для себя. У нас 90% нашей реализованной продукции – это белорусских производителей брендов. А в 10% – это получается импорт, который мы сами возим и сами реализовываем. Ну, в целом мы привлекаем только ценой. Ценой и ассортиментом. Понятие «бизнес» в Лельчицах уже более 20 лет неизменно ассоциируется с фамилией Будковский. Его предприятие можно смело назвать «градообразующим». Здесь работают более 230 местных жителей. Производство изделий из гранита, ритуальные услуги, деревообработка, общепит, придорожный сервис, бытовые услуги и агроэкотуризм. Все эти сферы успешно освоены предпринимателем. На данный момент, учитывая экономическую ситуацию дня сегодняшнего, здесь решили – теперь развиваться будут, как говорится, не вширь, а вглубь. Совершенствование качества изделий и услуг – такова задача на ближайшее будущее. Лозунг конца этого года и начала, и, думаю, всего следующего года – это учиться, учиться и учиться. То, что мы сегодня имеем и торговлю, и производство, и услуги. Ну, на сегодняшний день мы вынуждены сказать, что если найдете изделие ритуальное назначение, к примеру, памяти, дешевле, чем у нас, мы вам вернем деньги. Поэтому сегодня мы перестраиваем и коллектив, и ищем подходы к работе так, чтобы, в первую очередь, и цена, и качество устраивало. Вклад предпринимателя Валентина Будковского в развитие этого Полесского уголка сложно переоценить. Это и рабочие места, и развитие инфраструктуры в самом райцентре и на селе, и спонсорская помощь району, и, безусловно, налоговое поступление в местный бюджет. Деревня Крупка свой век уже отжила. Совсем недавно, так сказал бы любой местный житель из близлежащих населенных пунктов. Только теперь ситуация изменилась, и в округе все чаще можно услышать людские голоса и даже детский смех. Добрый день, уважаемые гости. Вы находитесь на агроусадьбе Крупка, которая расположена в Буйновском сельском округе Лейшевского района. Эта агроусадьба зарегистрирована в этом году летом, и в течение полутора лет мы организовали ее. Любовь Канеева уроженка деревни Крупка, но уже 50 лет живет в Казахстане, где, к слову, является успешной предпринимательницей. Беларусь приехала, чтобы навестить родные места, вспомнить детство. В итоге ностальгия вылилась в конкретную деловую инициативу. Это не бизнес, это просто память о наших предках. Это просто восстановление деревни той, которая брошена здесь, не более 10 дворов на этой Крупке, на другой. И остались уже старики, которым 80 лет и за 80. Хотим, чтобы деревня не умерла. Вкладываем деньги, которые зарабатываем в Казахстане и в свою родину. В Крупке предпринимательница приобрела несколько пустующих домов. Сейчас на их месте уютные экологичные коттеджи для отдыха. К услугам гостей в агроусадьбе есть баня, зарыбленный карпом пруд, спортивная площадка. В планах дальнейшее развитие инфраструктуры в Крупке, а также открытие агроусадьбы в соседней деревне. Из Лельческого района отправляемся в Ельский. Сегодня в сфере частного бизнеса здесь занято порядка 18% местных жителей. За последние пять лет в районе созданы 33 новые частные организации. И что примечательно, большинство из них в сфере строительства и промышленности. Один из примеров предприятия «Твилайм Плюс». Здесь с 2010 года занимается производством подоконников из ПВХ. На тот момент наш потребитель подобную продукцию закупал в основном в Российской Федерации. Сегодня ельская компания «Твилайм Плюс» на местном рынке составляет россиянам немалую конкуренцию. Здесь производят до 10 тысяч квадратных метров подоконной доски в месяц. Реализуют продукцию по всей республике. Недавно даже наладили поставки в Калининград. А еще в компании «Твилайм Плюс» с 2014 года успешно реализуют формулу из отходов доходы. Закупают пластиковые отходы, очищают, перерабатывают и отправляют в производство. Плюсы наши, то что мы по качеству не хуже, чем российская подоконная доска, которая очень серьезно заняла нишу в республике Беларусь. Значит, качество у нас не хуже, даже лучше. Ну, естественно, производитель Беларусь. То есть мы знаем прекрасно, что Беларусь – это значит везде стоит знак качества. Чем могу похвастаться, что она жестче намного. Используем израильскую и российскую пленку. Частное предприятие по производству мебели МКЕ, как филиал минской компании, в Ельске работает с 2003-го. Три года назад МКЕ стало самостоятельным предприятием. Сфера деятельности – производство обеденных столов из массива Ольхи. На тот момент мало кто производил, как бы рынок свободен был. Наиболее было экономически целесообразно заняться производством обеденных столов. На данный момент сейчас пытаемся запустить стулья, чтобы уже делать обеденные группы. Я так думаю, уже в январе месяце пойдет первая продукция. Под это выкупили мы отдельно еще, здесь рядом было предприятие, помещение, сделали ремонт. И вот, я думаю, уже в январе месяце первая продукция будет. Примечательно, что предприятие МКЕ работает безотходно. Кусковые отходы здесь пускают на щепу, а опилки перерабатывают в топливные брикеты, как для собственных нужд, так и на продажу в Беларусь, Россию и Казахстан. Деятельность частного предприятия Клинавто началась в 2007 году с розничной торговлей автозапчастями. Небольшой павильон со временем превратился в благоустроенный магазин, рядом с которым открылась станция технического обслуживания. А в 2013 году, благодаря директору Клинавто Андрею Каленику, жители Ельска получили и долгожданную диагностическую станцию для прохождения техосмотра. Раньше наши граждане пользовались услугами города Мозыря, Наровли, Лельчиц, чтобы снять вот эту напряженность и не ездить за пределы района. Поэтому с этой целью нам была такая задумка открыть диагностическую станцию. На данный момент, говорит Андрей Каленик, расширять предприятие необходимости нет. Теперь главное, чтобы автовладельцы уезжали довольные качеством услуг. Сложно сказать, что герои нашей сегодняшней программы, основывая свой бизнес, руководствуются лишь желанием заработать. Почти все они местные уроженцы и более того, настоящие патриоты своей малой родины, радеющие за развитие этих территорий и благополучие здешних жителей. Дорогие гости, мы рады витать вас на Агро-Сядибе «Золотая пчелка». Калиласка, подыходьте и сострекаем вас с нашим фольклорным коллективом. Благодаря хозяйке Агро-Усадьбы у «Золотой пчелки» Любови Власенко о Ельском районе и, в частности, о деревне Старая Высокая, сегодня знают далеко за пределами Гомельщины. Чите пчеловодов с 30-летним стажем попробовать себя в агробизнесе предложили в местном сельсовете. Поначалу Любовь Власенко нового для себя дела опасалась, но все же согласилась. Сегодня, спустя 4 года, с открытия Агро-Усадьбы в ее копилке целая галерея дипломовой благодарности и теплые отзывы посетителей. Были туристы из России уже несколько раз к нам. И немцы были, и итальянцы у нас были. Ну, большинство россияне едут. Проводим небольшие корпоративы. Есть по 15 человек, 16 день рождения проводим. Также самопроводим. Была свадьба у нас интересная. Отдохнуть, приехать сюда, проблемы никакой нет. Мы можем даже их за грибами завозить. У нас есть, показать, и памятники. И есть у нас такой красавец, карпов дубный, говорят, который больше за 400 годов этому дубу. Ну, и природа сама красивая. Также гостей Агро-Усадьбы удивляют экзотическими птицами, домашней живностью, развлекают народными песнями, играми да шутками. А еще в «Золотой пчелке» можно попробовать и приобрести самые разные сорта меда, а также отведать с пылу жару блюда национальной кухни, приготовленные из экологичных продуктов собственного подворья. Туристам могу предложить вот с цесарки бульончик такой с грибами, колбаски наши домашние, ну, конечно, блинчики из печи, на козьем молоке печеные. Очень часто обожают вот эту домашнюю тыкву. Вкусная, сладкая, наша деревенская каша из печи. ПЕСНЯ Уфорные, трудолюбивые, оптимистичные люди, которые любят свой край и дело, которым занимаются. Такими программа «Деловые люди» увидела предприниматели Лельческого и Ельского районов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова